Добрый вечер! Как всегда, в это время и в этой студии мы говорим о самом дорогом, о наших детях. И, естественно, о самых главных людях, которые существуют в жизни детей. Это о мамах. И я в связи с этим сделала небольшую зарисовку. Никто не знает, как делать все так же хорошо, как мама. Вылечить разбитую коленку, успокоить разбитое сердце. У нее всегда на готове отличное решение любой проблемы. И ей всегда удается держать себя в руках. Кому еще под силу весь день работать, заниматься уборкой, ходить за покупками. И, несмотря на это, все равно вовремя возвращаться к своему чаду и, улыбаясь, тепло обнимать его. Кто еще может совмещать работу со всевозможными домашними делами. И, несмотря на это, устраивать незабываемые праздники и семейные мероприятия. Ничто не застанет маму врасплох. Лучшую во всем, что бы она ни делала. Лучшую во всем, что бы она ни делала. Лучшую во всем, что бы она ни делала. Я сказала, как в советские времена, по вашим заявкам. Потому что столько, сколько сталкиваемся мы с мамами, с бабушками, с дедушками. Сколько Вера Игоревна на практике уже знает разговоры с родителями. Очень часто говорят, что неплохо было бы, конечно, узнать побольше. Побольше узнать трудно. Потому что литературы очень много. Сегодня мы просто поговорим о том, что же все-таки на самом деле выбрать из этого большого количества книг. Да, литературы очень много, но не всякая литература есть литература. Очень много журнальной, неинтересной литературы или псевдо-психологии. Там очень много просто такой публицистики, которая не дает понятия, в принципе, ни о теории, ни о практике, а так, как говорят, обо всем и ни о чем. Но это уже книга, она выходит, они и говорят, значит, ее надо читать. Но читать нужно правильные книги. И мы вам сегодня с Натальей Леонидовной попробуем показать эти правильные книги и рассказать, на чем они основаны. Основаны они все на искусстве общения. Вера Ильина, так вот по поводу правильных книг и хороших, как вы говорите, у вас есть точная формулировка, это по Думану, по-моему, да? Какая мама? Нет, это не достаточно хорошая мама. Вот я вам сейчас хочу показать достаточно хороших мам и бабушек. Дайте нам, пожалуйста, второй сюжет. Сколько лет вашему чаду? Пять лет. Пять лет. Будьте любезны. Я вам могу что-то дверь. Да, ты уже можешь развернись тогда, пожалуйста, ко мне вот так, вот так, чтобы мы тебя видели, солнышко. Тебе пять лет? Да. Но ты уже большой считаешь? Ну, понятно. Конечно. Скажите, пользовались ли вы когда-нибудь услугами психолога при воспитании ребенка? Нет. Не было нужны такой, да? Не было нужны. И попадалась ли вам когда-нибудь литература специальная? Вы знаете, мы просто не занимались этим, но поэтому вроде бы... Вот по какому принципу вы его воспитывали? То есть, я так понимаю, что у вас невестка или сын? У меня сын. Сын. То есть, как в семье сына заведено? Как в вашей семье было заведено воспитание? Либо больше как в семье? Нет, они совершенно по-новому смотрят на это, да. Вы пристроились к ним? Приняли их правила? Да, конечно. Безусловно. То есть, это высшая мудрость бабушки, да? Конечно. Я считаю, что так должно быть. То есть, живут отдельно, со всем это самое, решают свои проблемы. И, слава богу, еще и бабушке помогают. А мы, называется, чем можем, помогаем. А мы, да. Но есть вот какие-то разногласия у вас в воспитании с детьми? Есть какие-то моменты, которые вам показали, что... Конечно, есть. Примеряетесь просто? Да. Вы, вот воспитывая его, считаете, какую-то специальную литературу попадается вам? Ну, пока нет, как бы, ну, у меня есть такое мнение, что это личность уже. С самого малого возраста. Поэтому мы с мужем стараемся учитывать, как бы, его интересы. Уже, ну, он проявляет характер. Вот. Но вместе с тем есть такая грань, которую, ну, чтобы... Ну, грань вседозволенности, чтобы этого не позволять. Это, ну, мастерство, это очень сложно. Но я бы с удовольствием почитала бы что-то. Как вы считаете, нужно ли консультироваться иногда с психологом? Смотря в каком случае, ну, я думаю, что да. Возникают иногда, да? Возникают иногда проблемы, которые самому тяжело... Сомневаешься. Ну, честно говоря, я как-то не смотрела. Ну, дело в том, что ее и немного-то было. Ее, да. Вы чего знали? Спок. И все. Это просто сейчас уже много тень. Ну, в общем-то, услуга психолога как... Да, вообще-то да. Помощь. Я думаю, что да. Скажите, пожалуйста, нужен ли был вам совет психолога при воспитании вот этой красоты? Да, конечно, да. Бывают ситуации, когда... Да, и с младшим нужно знать, как они между собой общаются, чтобы там не дрались. Вас двое? Такое ощущение, что вам 18. Да, где-то так. А сколько младшему? Два и два. А старшему? Почти шесть. Понятно. У них не такая разница, да, когда и ревности возникают. Ревность, да. Вот в этом как раз психолог нужен. Скажите, а специальную литературу какую-то попадалась вам? Ну, я особо не читаю, но... Да, у вас и ревность. Наверное, да. Вот как выводить ребенка отсюда? Ну, мать. Что Карина хотела, что не хотела. У нее какие-то свои понятия. Да, да, я увидела, что вы ее как-то чем-то уговорили, она успокоилась. Да, я ей поставила ультиматум, или она прекращает кричать, либо мы идем домой. Поэтому у нее выбора, в принципе, не было. Все понятно. То ли это, то ли это. Понятно. И потом она как-то, да, потом она чуть-чуть дохныкала себе. Ну, пока еще, по-моему, хныкает. Понятно, чуть-чуть еще дохныкивает. Ну, потому что она предвкушает, наверное, что уже все равно скоро домой. Нет, у нее еще целый час ее распоряжения. Ну что, сейчас собралась такая компания детей, куда можно ребенка выводить. Она ж только... А есть свои какие-то секретики, как выводить? Как выводить? Отлечь чем-то. Отлечь? Конечно. Правильно. Куда-нибудь. А это единственный, по-моему, метод переключения, по-другому не получается. А скажите, пожалуйста, психологическую какую-то специальную лиц? Ну, я люб... Ну, как бы, мне кажется, без этого никак. И совет психолога, наверное, иногда тоже. Ну, очень нужно, потому что очень странно, что мы учимся многим вещам в школе, таким элементарным, как математика, литература — это полезные вещи, но нас совершенно не учат тому, как вообще взаимодействовать в обществе, как строить отношения, как вообще просто быть. И приходится учиться самим на своих ошибках, а куда деваться. Если у вас тоже возникнут во время нашего эфира вопросы, вы можете позвонить по телефону. Запомните, это новый телефон. 737-7310. 737-7310. Достаточно легкий, по-моему, телефон. Вера Игоревна, вот когда я снимала этот сюжет, вот мамочка последняя, достаточно хорошая мама, она сказала замечательную фразу. Она, к сожалению, не записана у нас, но она рассказала историю, как она учится на примере своей маленькой Карены. Она говорит, я смотрю, что она все время, когда ползает, она утыкается в какое-то одно место головушкой, отползает и опять туда же. Она говорит, я вдруг подумала, что я такая же. Я тоже иногда упираюсь в одну и ту же проблему или там. Точно так же, хотя нужно чуть-чуть сместиться. То есть она через ребенка пытается познать из себя. Ну да, она просто инсталирует детское поведение на себя и очень хорошо адаптируется в окружающих отношениях. Вообще девочка достаточно, девочка, девушка достаточно интересная. Если она не очень много читает, как она говорит... Нет, это предыдущая, сказала, у которой двое деток. Я просто ей сказала, у вас, наверное, просто и вредит. Да, да. Но это видно, что девочка, очевидно, она многознающая. Я продолжусь, если она не очень много читает, но она очень много знает. Она знает либо, как мы все время с вами говорим, архетипическим умом, генетической памятью, как все матери, либо как достаточно хорошая мать, которая знает, как нянчить своего ребенка, как за ним ухаживать. Она смотрит за ним и делает выводы. Выводы, которые хорошо подходят как ребенку, так и ей. Поэтому она и знает, как увезти ребенка с детской площадки. А это опытным путем спокойно можно сделать. Значит, к чему мы сейчас... Вот первый абзац вы проговорили. Анализ. Значит, анализ необходим. Не просто... Очень часто же идут по стереотипу. Ну да, анализ необходим своего поведения, поведения ребенка. Конечно, но дело в том, что мы взрослые, анализируя поведение ребенка, мы его инсталируем на себя, а потом с точки зрения себя взрослого даем, делаем выводы. Значит, ребенок утыкается все время в одно и то же. Надо его повернуть. Вот. А пусть он потыкается. Эта мама правильно говорит, пусть он потыкается. Что мы делаем? Когда ребенок собирается, взбирается на стол. Мы либо его снимаем, либо сажаем на этот стол. Мы не даем ему вот этот промежуток собственного опыта. То есть мы не даем ему научиться. А если подождать? Если подождать... Отстраховать? Да, страшно. Страшно. Но для этого стойте рядом. И будьте начеку. Это наш, наверное, эгоизм, да? Не хотим мы переживать по этому поводу, поэтому мы либо усадили, либо сняли. Это боязнь за себя. За себя родимого, за себя любимого. А как бы вы ни покрутили, любой из нас делает так. А работать с маленькими детьми, это значит не работать традиционно. Нужно изменить свое, будем говорить, мышление. Нужно изменить свои наработанные уже веками. Веками слова, наработанные веками действия. Но согласитесь, что мы действуем так, потому что так действовала наша мама. Конечно. Так мама действовала, потому что, ну, как у Кассиля. А как же слезла с дерева потихонечку, да? Как у кондуите и швамбрани, и точно так же и мы работаем. Кстати, вот в этой литературе, которую я сегодня попытаюсь тоже так бегло просмотреть, там есть замечательный пример, когда молодая мама обезьяна сообразила, как помыть сладкий картофель. Потому что они ели пыльные обезьяны. И провели такой эксперимент. И она первая помыла, и у нее стали обучаться малыши, в первую очередь, обезьянки. Ну, правильно? Мамы еще смотрели, мамы обезьяны еще смотрели. А малыши пошли тут же за ним. Правильно? Потому что у малышей более мобильно. Более мобильное восприятие того, что происходит. Так, пошли к книгам. Потому что сегодня в нашей программе вы еще и узнаете, где можно будет приобрести какие-то книги из тех, которые мы показываем. Потому что из этого магазина я кое-что и принесла сюда для того, чтобы вам, дабы вам показать. Ну, а вот Вера Игоревна принесла то, что любит она. Я принесла то, что и люблю я, и то, что будет полезно всем родителям. Я вам даже... Дело в том, что это наша отечественная... отечественная автор, профессор МГУ, психолог, психотерапевт с очень большим... с очень большим опытом и работой преподавательской и практической. И надо сказать, что эти книги лидер продаж. Да, потому что написаны они как рассказы. Они написаны как рассказы. И начнем мы, наверное... Ну, кроме того, что у нее есть научное издание и научная литература. Вы хотели показывать? Да, я буду показывать. Вот эти вот книги... Юлия Борисовна Гиппенрейтер. Ой, мы не ту книжку взяли, извините. Давайте, какую вы хотели. Вот эту начнем с этой. Это первая книга «Общаться с ребенком как». Это книга о том, как общаться с ребенком, как построить отношения с ребенком и как их исправить. Оказывается, что можно исправить. Хотя, казалось бы, для родителей сейчас тоже тайна. Вот одним абзацом определили. Что значит, как общаться с ребенком? А как я общаюсь? Я что, неправильно общаюсь с ребенком? Оказывается, что общаться с ребенком традиционно можно, но это не всегда, не всегда идет на пользу как вам, так и ребенку. А если использовать особые, будем говорить, построения фраз, если изменить немножечко свой лексикон не импортными словами, а нашими, отечественными словами, то можно получить, можно и заставить слушать ребенка, можно и понять, заставить его понять вас и понять, что происходит с вами. У нее очень интересная книжечка вот такая, которая рассказывает о том, о всем разнообразии характеров и детей, и взрослых, о разнообразии их привычек, связанных с характерами, и о разнообразии какими, вот тех болевых точечек, которые можно использовать, когда вы будете определить, и к какому типу характера относится ваш ребенок. Вот эта вот книга, это просто, это просто кладезь для вас, как для родителей, и для вас, как людей, будем говорить, как членов общества. Если вы хотите поблеснуть интеллектом и блеснуть познанием, почитайте эти книги. Здесь вы найдете эту книгу, вот именно эту. Именно эту, да? Именно эту. Потому что здесь вы найдете воспоминания Евгения Шварца, воспоминания о... И по воспоминания и исследования о... Господи, оно мне все вылетает из головы. Дайте, я вам посмотрю уже. Да. Знаете, когда нервничаешь, все, что... А почему вы нервничаете, вернее? Потому что нервничаю, потому что... Потому что? Потому что у меня, потому что. Да, да, да. Это воспоминания и Агаты Кристи, и воспоминания Цветаева, о том, как она читала Пушкина. И воспоминания... И откуда такая любовь к Пушкину потом? Вот вам проекция из детства. Да, да. Оспоминания очень интересной дочки Выгодского. Это известнейший психолог о том, как он жил, и как он взаимоотносился... Как он общался. Да, как он общался с людьми. О том, что приведены очень простые примеры. Очень простые. Казалось бы, ничего в этой истории сногсшибательного нет. Никаких драм, но тем не менее. Очень интересное воспоминание Лидии Чуковской, Лидуси. Это дочка Чуковского, о том, какой он был отец. И очень интересные воспоминания о страхах Евгения Шварца, известнейшего нашего... Вот откуда убить дракона. И убить дракона, и тень, о его взаимоотношениях с матерью и его любви к матери. Здесь же мы находим очень многие просто научные и популярные статьи, То есть, если вы хотите блеснуть интеллектом, прочтите эту книгу. Нет, я думаю, что не только интеллектом, да. Знаете, здесь можно и блеснуть, и здесь можно и почерпнуть очень много нового. Если у вас есть вопросы не только касательно литературы, то наш телефон 737-737-7310. Звоните, мы будем отвечать на все вопросы. И вот еще одну книжечку... Ну, а это как бы продолжение, это продолжение общаться с ребенком так, просто о том раскрытие нескольких тем и продолжение вариантов общения. Кстати, очень интересно, вот в предисловии Юлия Борисовна пишет, «Я нередко слышу от близкого друга, да пиши в своей книжке, что мужья – это те же дети, а знакомые женщины добавляют и жены тоже, и они правы, в том смысле, что гуманные принципы общения универсальны для всех возрастов. Если вы не женаты, или у вас нет детей, тем более, если они у вас есть, самое время позаботиться о друге и о гармоничных отношениях друг с другом. Можно построить свои отношения через слова так, что действительно будет, что жили очень счастливо и умерли в один день. Пока не встретились, есть в одном анекдоте, и жили они долго и счастливо, пока не встретились. Да, пока не встретились. Ну, а я вам сейчас покажу одну книжечку, и вот с нее мы начнем нашу экскурсию в книжный магазин. Посмотрите, как называется эта книга, сейчас вам укрупнят, и вы увидите название. Это действительно маленький практикум для родителей, потому что то, что мы с Верой Игоревной всегда говорим, проговаривать вслух свои эмоции и проговаривать вслух понимания эмоций ребенка. А это практикум. То есть вы читаете и смотрите, правильно вы отреагировали, либо нет. Но самое главное, здесь есть подсказки, потому что нам кажется, что мы правильно отреагировали, потому что ребенок вел себя вот так и вот так, и мы правильно отреагировали. Оказывается, есть другие способы, которые более точные, более правильные, потому что тогда вас ребенок услышит. Нам психологи подсказывают, что слышит ребенок в этот момент, когда мы говорим. Когда он говорит. Расскажу немножечко об авторах. Это две женщины, у которых по трое взрослых детей. Они познакомились, проходя психологический тренинг, потом его внедряли в своем окружении, и в конце концов, из многих-многих-многих случаев и многих своих каких-то наработок они сделали вот эту книжку. Вот у меня еще три книги. Говорить с детьми, чтобы они слушали и говорили. Это их же книга. Далее попросили, их попросили, чтобы они написали такую же подобную литературу о том, как говорить с подростками. И вот здесь как... Они... Все четыре книжки построены одинаково. Здесь вы увидите какие-то заметки, как строятся. Здесь вы увидите правильные и неправильные решения. Они как такие, те самые, как... Как это говорят, когда много нарисовано. Ну вот я как раз и это вот, что это с картинками. Просто книга с картинками. Ну да, это книжка с картинками. То есть некие практикумы такие, которые... Дети любят с картинками, оказывается, взрослые тоже любят с картинками. Да, вот сначала говорят о том, что делать. Вот вы слушаете ребенка в полуха, и ребенок уходит неудовлетворенным. Переворачиваем страницу. Вам ничего не нужно делать. Вы просто выключили телевизор, повернулись к ребенку и сели внимательно на него глядя. Ребенок удовлетворен. Вы не сказали ни слова. Вы не сделали ни одного движения серьезного. Ребенок раскрылся, и ребенок сам сделал вывод из того, что он хотел от вас. Вот сейчас мы с вами отправимся в магазин, где, в общем-то, вот эти книги я и взяла. Я думаю, что эти книги... Эти тоже есть. Да, есть, есть. Просто меня этот магазин радует именно тем, что там вообще хороший подбор литературы, но психологической, ну, пожалуй, один из лучших магазинов в этом плане. Давайте посмотрим сюжет с магазином. В этом магазине у меня глаза разбегаются, потому что я готова была бы вам, ну, вот как в советские времена, пройтись по всем полочкам и сделать такой обзор. Но поскольку программа у нас все-таки для родителей и для детей, вот я хочу, чтобы вы сейчас внимательно послушали меня и Гульнару, и вот те мамы, которые... Или готовятся те, кто стать мамами. Вот здесь вот... Это еще не все, что есть в этом магазине. Это только верхушка айсберга. Вот здесь столько пособий, потому что в одной передаче мы не всегда можем вам все рассказать, но здесь вы можете кое-что почерпнуть и сами. Вот одна из первых книг. Вот, Гульнара, рассказывайте. Вот «Идеальные родители за 60 минут». Идеальные родители за 60 минут. Не верьте, конечно, что вы станете идеальными родителями, но тренинг тут для начала есть. Основное, да. Основное понятие здесь можно... Книжка-шпаргалка для родителей, в принципе. Самые-самые элементарные случаи. Что происходит, что может произойти. Что делать, если, да. Дети растут. Мало того, то, о чем я все время говорю, что должна быть чукотская песня, чукотская песня, это нужно проговаривать, проговаривать свои эмоции и проговаривать понимание детской эмоции. Вот здесь приведены примеры, как не надо себя вести и что говорить в каких случаях. Притом самые обычные, бытовые примеры. Ребенок упал, ребенок поранился или ребенка побили на детской площадке и другие дети. Как отреагировать правильно? 111 баек для педагогов. Но я так думаю, что это не только педагогам. Правильно? Да. Что это? Это истории, анекдоты. Это байки, так они называются. Истории, которые могут произойти с вами, может быть, произошли, на которые вы хотите найти ответ. То есть с вами и с ребенком, я имею в виду. Да, да, да. В ситуации с ребенком. Здесь даны комментарии, чем она прекрасна, чем она хороша. Мало того, она хороша еще тем, что если раньше у нас был один спок или очень уж серьезная литература по психологии, то здесь легко читаемая. Да? Она очень доступна. Да. Замечательная мама, Женя Кац, благодаря своим родителям, которые занимались, вот она благодарит в этой книге, благодарит своих родителей, которые всегда работали с детьми. Как вы говорите, надо проговаривать, надо играть, надо увлечь. В форме игры. В форме игры, да. Вот эта вот книга. Она собрала весь. 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 Она здесь собрала. Систематизировала. Я вообще люблю такие книги тоже. Почему? Потому что смотришь, есть система Думана, есть система Зайцевых, есть система, то есть есть какие-то системы. Здесь это человек многие системы познал и выдвинул какой-то свой средний такой вот вариант. Тоже любопытная книга. Не по возрасту. Да. Игры для начинающих мам называется. Вот еще. Очень важно, как говорить, чтобы дети слушали. И как слушать, чтобы дети говорили. Одно название, в принципе. Говорит само за себя, да. Почему? Потому что очень часто на площадках, очень часто в детском саду, очень часто в школах, особенно в младших классах, видно дергающийся ребенок, который вас не слышит, потому что, ну, что-то происходит, он переэмоционален. И такая же мама, точно такая же, потому что мама... Перенимают, конечно. Да. Они перенимают у родителей, родители заводятся от поведения ребенка, и это два человека, которые напоминают двух неврастенников. И как можно воспитать ребенка? Вот здесь как говорить, чтобы тебя услышали? И как слушать ребенка? А это тоже очень важно. Нам кажется, что мы это умеем. На самом деле это не всегда так. Вот эта книга, которая как бы к психологии напрямую не имеет отношения, но тем не менее, что вот эту книгу любите вы? Да, я ее обожаю. Ее давно не было, этой книги. Вот сейчас она появилась. Растик Генеев, пожалуйста. Чьи здесь истории? Здесь истории известных людей, которые проживали в Одессе, и не только. Вот. Что можно еще сказать? Ну, понятно. То есть это тайны гениев, а это мы растим гениев. Потому что каждая детская мама считает, что у нее все равно гениальный ребенок, и это правильно. Это тесты для подростков, да? Да. Что сюда входит у нас? Тут входят психологические задания, на которые родители вместе с детьми должны проработать этот тест, который помогает в воспитании детей. Может быть, какие-то проблемы есть у ребенка, которые вы не сразу увидите, скажем, замечательно. То есть благодаря этим тестам можно увидеть какие-то проблемы, которые могут возникнуть или возникли уже. Замечательная книжечка. Как перевоспитать родителей? То есть родителям нужно почитать эту книгу, потому что дети нас знают лучше, чем мы иногда своих детей. И вот мысли детей, которые они иногда не произносят, вот в таких книгах можно почерпнуть, и тогда ты понимаешь, почему вдруг ребенок так пошутил или так иронично тебе ответил. И может быть, в его глазах ты уже несколько, одну и ту же песню поешь 850-й раз, и ребенок поэтому иронизирует. Как не надоесть своему ребенку. Так, где волшебная кнопка? Ой, а где же волшебная кнопка? Вот здесь вы найдете и узнаете, где же находится волшебная кнопка. Кнопка, чтобы найти подход к нашему ребенку в этой книжечке. То есть это советы, да? Ну и, собственно говоря, уточнение, как развивать эмоциональный интеллект. Это достаточно любопытно, не буду вам расшифровывать. Придите, полистайте. Моя мама и мой папа самые лучшие. Что это за серия? Если ваши дети думают, что папа их знает и умеет все-все-все, вы просто не имеете права их разочаровывать. То есть папа и мама должны удивлять детей. Вот это вам помощники. Вот помощники, как быть самой лучшей мамой для своего ребенка. Вот игры, которые воспитывают. Так, игры, которые воспитывают. Опять же, опять же, везде повторяемся, как научиться наладить контакт с детьми. В играх тоже, в игровой форме. Какие-то примеры из жизни. Очень много. Главное, что это все очень легко читается. И вот тоже, тоже, 300 плюс одна игра для детей. Почему? Потому что иногда мы иссякаем в наших фантазиях, придя с работы и так далее. Здесь есть подсказки. Вечером просмотрели, и на следующий день будете для своего ребенка все время волшебником, который выдумывает новые и новые игры. Значит, есть в этом магазине, как нигде в другом. Вот смотрите, сколько поклонников Курпатова могут здесь купить свои книги. Потому что я являюсь поклонницей, поэтому я первым делом спросила, есть ли Курпатов. Мне сказали, есть. Вот Курпатов здесь есть. В городе его практически нету. Ну вот здесь еще вот две книги лежали особнячком. Я рекомендую, наверное, вот эти две книги мамам, которые сами воспитывают детей, потому что вот эта книга называется «Анатолия Некрасова. Материнская любовь». А вот эта, вот эта особая книга, это путы материнской любви. Почему? Потому что когда мама пытается заменить с собой весь мир, и маму, и папу, и как она потом удерживает ребенка возле себя, боится его отпустить, и что может произойти. Вот здесь как себя вести правильно для того, чтобы и вам было хорошо, и тем более ребенку. Вот обратите внимание, эта книга есть. Материнские путы. И креативным мамам вот это вот замечательно пригодилось бы. У вас детский день рождения, и нужно накормить быстро детей. Посмотрите, какие креативные можно сделать бутербродики. И ваш ребенок будет счастлив, мало того, он будет вам помогать. Для детей, которые, кстати, это хороший совет, да, дети, которые вот к тебе пришел, вот такой, я не знаю, там, лошадка. Вот такая лошадка, и вот с этой лошадкой надо подружиться. Играем, играем, и съели лошадку. Развиваем фантазию и творчество. Вот такие вот с наклеечками. Сейчас большой выбор, на самом деле, очень много. И акцент на что? На логику. Везде идет акцент на логику, что сейчас самое важное, самое необходимое. Здесь дети могут... Придется вам, родители, разговаривать разными голосами, и за кенгуренка. Это и ваше творчество будет развивать, да. Все в игровой форме, где просто задаете вопросы ребенку, где... То есть это уже элемент социализации, когда ребенок не только прочитали книжку и отложили, а с этой книжкой можно продолжать, да. С заданием, Саша. Можно попросить пересказать, можно пересказать другими голосами. Вот ты будешь за этого, я буду за этого. То есть здесь масса, масса вариаций, если вы хотите делать что-то, да. Все зависит от родителей. Так, это. Так, это у нас что за развивалочка тоже? Это три года и выше. Замечательно, я обожаю тоже вот эти книги. Они развивают и логику. Смотрите, здесь буквы, цифры, цвет, форма. Все практически есть на одной странице. И лабиринтик еще небольшой, так сказать, надо провести по лабиринтику. Ручечка в руках, значит, еще и мелкая моторика. Они на первый взгляд кажутся, ну что тут, несколько страничек, что тут делать? Нет, одна страничка в день, считайте шажок вперед. Итак, вы обратили внимание на адрес. Вы знаете, где находится магазин «Лагуна». Мы продолжим наш разговор в студии буквально через несколько минут. А сейчас реклама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова